Привет, друзья! Стартовал долгожданный марафон Палитр. Я уверена, вы ждали его так же, как и я. И сегодня я вам вместе со мной предлагаю нарисовать зимнюю композицию. И в этом мне помогут скетчбук от Max Goods и маркеры Vista Artist. Сейчас я вам покажу скетчбук. В нем 4 типа бумаги. Точно такой же скетчбук получит один из победителей марафона. Как видите, я свой скетчбук уже начала. Если вы посмотрите прошлое видео, то увидите, как я в нем рисовала вот такие облака. А также на черной бумаге необычными материалами. Если интересно, посмотрите предыдущее видео. Первый вид бумаги. Это бумага плотностью 100 грамм на метр. Она предназначена для рисования маркерами, а также карандашами, пастелью, любыми немокрыми материалами. Следующий тип бумаги. Это крафт бумага. Я ее еще не пробовала, но обязательно попробую. Плотность 80 грамм на метр. Также 12 листов. Следующая бумага. Это бумага для акварели, гуаши и любых материалов с использованием воды. Она очень плотная. 230 грамм на метр. Очень хорошая бумага. Не чисто белая, а такого кремового оттенка. Я уже успела ее попробовать. И мне она очень понравилась. Она не скукоживается. Рисовать можно с использованием большого количества воды. И, наконец, четвертый вид бумаги. Это черная бумага, в которой рисовать можно гуашью, а также белыми карандашами, белыми гелевыми ручками. В общем, очень много вариантов материалов. Как вы помните, я рисовала в ней северное сияние зубной щеткой, а также ватными палочками и вилкой я рисовала такую цветочную композицию. Это бумага плотностью 135 грамм на метр. Также можно использовать воду. Она не скукоживается от воды. И в конце блокнота описание, какие типы бумаги присутствуют. А также Max Good положили такую симпатичную наклейку с лисой. Я буду рисовать маркерами листа-артиста. Я их уже показывала в своих прошлых видео. Но для тех, кто не видел, еще раз покажу, какие здесь есть пишущие узлы. С одной стороны пулевидный пишущий узел, и с другой клиновидный пишущий узел. Также есть маркер-кисть, у которого с одной стороны вместо пулевидного наконечника наконечник-кисть, который очень удобен и мне очень-очень нравится. Итак, я буду использовать вот эти 6 цветов маркеров. Я подобрала их по вот этой палитре. Как мне кажется, они идеально подходят. Перед тем, как начать рисовать, я сделаю выкраску каждого цвета на этой бумаге, чтобы посмотреть, как эти цвета выглядят именно на этой бумаге, и не просачивается ли цвет на следующий лист блокнота. Спиртовые маркеры всегда просвечивают на любой бумаге, поэтому в этом нет ничего удивительного, а вот то, что они не просачиваются на следующий лист, это очень хорошо. Ну что же, друзья, я предлагаю приступить к рисованию. Я заранее нарисовала контуры с помощью простого карандаша, и уже дальше буду рисовать маркерами. Приятного просмотра! КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Итак, вот итоговый результат. Напишите, как вам понравился этот рисунок. Вот так выглядит на фото. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. А я прощаюсь с вами до следующего раза. Пока!